Их часто называют вторыми мамами. В республике выбрали воспитателя года. Лучшей стала Елена Михайлова, педагог Шумерлинского детского сада. Как проходит ее рабочий день, знала наша съемочная группа. Осторожней, Катюша, осторожно. 23 ребенка, за каждым нужен глаз да глаз. Елена Михайлова не отдыхает ни минуты. Прогулки, игры, экскурсии, все делают вместе. 7 лет назад Елена Александровна не могла предположить, что ее рабочий день будет проходить так. Она была специалистом Шумерлинского комбината автофургонов. Однажды мы с ребенком, с моим старшим, пришли в детский сад. И методист детского сада замечательного предложила мне пойти учиться на воспитателя. Воспитателем быть очень здорово. Это значит дарить тепло, свою заботу, радость и частичку своего сердца каждому ребенку. Пятилетний Артем ходить в садик очень любит. В детском саду мы играем, танцуем и дождаем спектакли. И все это придумала наша Елена Александровна. Она добрая. И не только нам показывает, но и другим рассказывает, что она придумала. Вместе с Артемом в группу Елены Александровны ходит и сын Натальи Швецовой. Она умеет найти подход к каждому ребенку. Занимаются они различными занятиями. Хорошо их воспитывает со всех сторон. Я очень довольна. Я со спокойной душой ребенка оставляю в садике с утра. Путь к победе в конкурсе «Воспитатель года» начался в стенах родного садика. Сначала педагог стала лучше среди коллег, затем в городе и, наконец, в республике. За первенство боролись 27 участников. Когда меня объявили победителем, было очень неожиданно, потому что были все конкурсанты достойные. Для меня принесло такое всеобщее признание в моей профессии. И это очень значимое событие в моей жизни. И конкурс этот дал мне новые силы на пути к вершине моей педагогической деятельности. А силы Елене Михайловой еще понадобятся. Впереди всероссийский конкурс. Впрочем, об этом можно не переживать, когда рядом есть такая поддержка. Очень она красивая и умная очень. Я ее очень люблю. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.